В 7 часов утра на улице стоят минусовые температуры, но люди ждут автобус не внутри, а возле теплых остановок. Дожидаться общественный транспорт горожане предпочитают дыша свежим уличным воздухом. Внутри – мусор. Пункты обогрева еще в прошлом году приглянулись бомжам. Зимой они использовали их как места для ночевок. Этой осенью пока маргиналов здесь не замечали, но устойчивый неприятный запах и грязные лавочки создают не самую приятную атмосферу. Не уютно там. Уже довольно-таки давно грязно, неухоженно. Ну, некомфортно себя чувствуешь. Можно потерпеть и 5 минут постоять здесь. Ребенка вожу здесь рядом в сад, стою утром на остановке, постоянно досыпают люди. Какие? Ну, не знаю там. Без, наверное, определенного места жительства. Ну, честно, бомжи там сидят в вечном вонище. Невозможно один раз зашла. Не убирается? Не знаю, значит убирается. Я зашла, воняет. Ничего не стала больше делать. Вышла. Да я лучше на свежий воздухом подышать, чем там. Только вандалы-то появляются здесь. И ломают, и бьют, и курят, и плюют. Поэтому, а идея хорошая. Бомжи и делают грязь. Они и ночуют здесь, и пьют, и плюют. Они появились в городе почти год назад. В конце октября 2015-го первые две теплых остановки установили в районе многофункционального центра. Идею поставить такие пункты обогрева выдвинул губернатор области. Все для людей. Закрытый павильон. Внутри радиаторы, лавочка, урна, есть и свет. Все новое, чистое и красивое. Но в таком виде остановки продержались недолго. Уже через три недели их разгромили вандалы. Вырванные радиаторы и урны, расписанные стены. С этого момента погромы и мусор здесь стали частым явлением. Теплые остановки не раз подвергались актам вандализма. Внутри били радиаторы и лампочки, даже пластик поджигали, а здесь, например, разбили стекло. Причем здесь до сих пор есть осколки, и порезаться от них очень легко. Сейчас в Благовещенске пять теплых остановок. Как нам пояснили в пресс-службе ГСТК, они не находятся в их подотчетности, а убираться выезжают по заявкам городского управления ЖКХ. В чем заключается уборка, нам рассказал рабочий. Подмести пол и убрать мусор из урн. Это касается тех павильонов, на которых урны еще остались. На уборку одной остановки уходит пара минут. Каждый день? Ежедневно. Ежедневно. По утрам? Да, по утрам. Где-то 6-8 лет в это время. Поступали ли в городскую администрацию жалобы на состояние теплых остановок и каким образом контролируют сохранность конструкций? Запрос мы отправили в городскую администрацию еще в понедельник. Ответа пока не получили, но зато уже через день разбитое стекло у павильона на Ленина-Хмельницкого заменили. А вот на остановках по 50 лет октября до сих пор болтается доводчик, отсутствует урна, не работает свет, стоит устойчивый неприятный запах. Привезти павильоны в нормальное состояние можно, но гарантии, что их снова не изуродуют вандалы или не замусорят бомжи, нет. Антон Сильвоник, Антон Максимов, Кирилл Захаров. Альфа Новости.